А партнер видео с сайт по подбору автомобилей автоспот.ру Это площадка, где собраны все новые автомобили Москвы только от официальных дилеров. Более 15 тысяч предложений ежедневно, сотни моделей, от самых популярных брендов, только настоящие цены. Найди подходящую машину, уточни комплектацию и выбери лучшее предложение. От машины до реальности тебя отделяет всего пара кликов. Либо позвони нам, мы поможем определиться с выбором авто и оптимальными условиями покупки. И разумеется, наш сервис абсолютно бесплатный. Найди свою машину мечты на автоспот.ру Что, пацаны, нравится посадка? Мне лично очень нравится. И сейчас я вам расскажу, как долбут за это сотрудники. Да, собственно говоря, сотрудники на собственном опыте, как меня приняли на этой моей милой ласточке. Ну, оператор может немножко чуть-чуть подойти, чтобы видно, так машину было. Вот, продолжаем мы серию историй и путешествий сережки на пандочке. Да, в принципе, данный автомобиль вообще не подходит по эксплуатационным, как сказать, способностям дорожных. Глушитель, посадка, тонировка, хоть и криво наклеена тонировка, запарили писать. Но так делаю, короче, как могу, заклеиваюсь. Не хочу я отдавать деньги платить. Ну и ладно, это совсем другая история. В общем, кто не знает, у меня она полностью лежит на отбойниках. То есть, и когда ты едешь по дороге, они явно палят, что она без пружин. Потому что она ее подкидывает. И, собственно говоря, привлечение внимания сумасшедшее. Вот. Ездил я на ней где-то, наверное, ну, чтоб не соврать, недели три. То есть, по городу фигачил, нормально катался. Вроде спокойно, лежачая она. Я пролетал на ней лежачую, ну, потому что я боялся, что она застрянет. Поэтому я с разгона брал. И, в принципе, норм. Да, там чуть-чуть короба помяло. Но это совсем другая история. Да. И вроде никогда не задумывался, что меня кто-то может остановить. Потому что, ну, думаю, у нас же и на Кавказе как бы все, в основном, машины посажены. Вот. Но нет. Шел дождь. Я только поставил дворники. Купил их на разборке. Избили за целых 400 рублей. Они, правда, не работали. Я вот так стукнул, а они заработали. Правда, то два режима работают, то один. Ну, не суть. Ну, думаю, кто будет стоять под дождем. Ну, думаю, проедусь я вообще по центру города, короче. И впереди вижу, короче, сотрудников. Мое сердце, естественно, чуть-чуть остановилось. Ну, точнее, оно, наверное, ускорилось, когда остановили. Когда вот палкаем. Там, блин, ну, зачем, блин. Ну, красивая тачка такая. Ну, зачем останавливать? Не, я думал, он остановит, скажет, я там смотрел тебя, подписан на канал. Ну, нет, короче. Не бывает таких волшебных историй, пацаны. Вот. Останавливают, в общем, все документы в порядке. Да, все документы в порядке. И сел я, блин, к сожалению, нету этих фотографий. Всел в машину. В итоге он, ну, говорит то, что надо устранять. Выписал мне за ремень. За ремень. То есть, короче, там выписал штраф косарь. Но если в течение, по-моему, сколько там, две недели или одна неделя? Ты не помнишь? Ну, короче, то ли за неделю, то ли в две недели надо было, если ты придешь оплатить, то будет штраф 500 рублей. И сказал в течение 10 дней устранить посадку. Я надеюсь, он не смотрит это, потому что с того момента прошло уже месяц. Ну, сколько? Два месяца не было машины, полтора месяца не было серии. Вот. Я же говорю, насыщенной жизнью панда живет. Поэтому в таких местах и мы снимаем, кто не понимает. Потому что школьникам снимай покатушки, всякие хернюшки. Вот. Ну, это все, конечно, радостно. Я бы снимал бы. Я, кстати, я же не где-нибудь в деревне живу. Там вообще на всем плевать, как бы. Да и в деревне, наверное, не приехал. Не, ну, грубо говоря, да, выезжать там. Тут у нас постоянно где-то стоят сотрудники. Поэтому приходится вот в таких каких-то, блин, не очень красивых местах. Ну, что поделать? Главное, что снимаем, стараемся, все снимаем. Вот. Ну, и, собственно, короче, 500 рублей штраф и 10 дней. Ну, естественно. Ну, как видите, я устранил просто это невидимые пружины. Там есть. Они стоят, но просто их не видно там. Именно по закону, по закону, вроде как штраф 500 рублей, либо они могут снять у тебя номера на сутки. Точнее, снять номера и чтобы в течение суток ты устранил это. Я читал. Не знаю, правда нет? Напишите в комментариях. Вот. Ну, короче, короче, в общем, короче, в общем, такие делища, нехорошие делища. Ну, что поделать, пацаны, за устранение неполадок автомобиля, точнее, внесение других конструктивных изменений, несет вот такие вот штрафы. Но я не рекомендую вам это 100% снимать пружины, потому что, ну, долбит, я бы другое слово сказал бы, ну, конаебит, короче, конкретно, пацаны, до такой степени, что, слава богу, у него сидение мягкое, и тебя как-то хоть смягчает что-то там, ну, ну, что-то смягчает. Мягкие сидения. Да, ну, а так, короче, блин, слово короче, не люблю это слово короче, но говорю всегда, на поворотах она как картинку управляется, это прикольно, но когда пробовали ее кидать боком, ее вообще кидает, ну, это не выход, пацаны. Надо, естественно, ставить короткоходки. Не делайте так, если хотите, чисто можете на время, жопу скиньте, а перед попильните, пружина хоть какой-то перед амортизацией будет. У меня даже там защита этого поддона нет, поэтому я уже рычагом там цеплял все, что возможно. Вот, поэтому, короче, такие вот истории, истории приключения панды и Сережи с сотрудниками ДПС, получается. Ну, давай обойдем, я хочу им глушитель показать. А, тут грязище. Машину еще надо чуть-чуть подшаманить будет, я вот думаю, короче, продавать. Но продавать это будет в следующих видео, мы еще много чего, задумок есть с ней, поэтому еще снимем с ней пару серий. Вот, ну, вот как-то так, короче, чуваки. Подписывайся на канал, если ты не подписан. Ставь лайк, если ты не ставил лайк. Спасибо за просмотр, если досмотрел этого момента. Вот, короче, пацаны, все красавчики, кто смотрит меня, интересно с вами болтать в таком формате. Люблю я вам рассказывать такие истории. Ну, в общем, итог такой, что не надо занижать таким колхозным способом. Можно ее занижать до, короче, чтобы диск не с этого. Диск полностью круг весь был. Вот тогда можно, короче, ездить. А у меня явно нельзя ездить. Нет, сюда если поставить 15-е диски, но они, наверное, не влезут. Ну, и чуть-чуть поднять, то можно ездить или 14-е поставить. Ну, в общем, короче, такие дела. Все, пацаны, увидимся в следующих видео. С вами был Сергей Резниченко. Подпишись прямо сейчас. Кнопка там будет. И на колокол нажим. Не на колокольчик, а колокол, короче. Там есть. Я из кадра ухожу. Все, давайте. Продолжение следует...